Всем привет! Меня зовут Оля Голубева. Я приехала в аэропорт на встречу с незрячему путешественнику, блогеру и мотивационному спикеру Владимиру Воскевичу. За свои 27 лет он побывал в 27 странах. Мне интересно пообщаться с ним, чтобы узнать, как человеку с инвалидностью найти дело по душе и жить полноценной жизнью. Владимир, здравствуйте! Я знаю, что вы развиваетесь во многих направлениях. Расскажите, пожалуйста, о них поподробнее. Как ты правильно заметил, в первую очередь, я все-таки путешественник. Во всяком случае, меня так чаще узнают в интернете. И сегодня, наверное, как раз тот самый момент, когда вы меня поймали во время путешествия, во время пересадки. Путешествие для меня это уже не просто развлечение, а работа. Кроме этого, я пишу книги, веду блог, снимаю свое трейл-шоу на YouTube, которое называется «Куда глаза не глядят». Ну и еще примерно 5-10 проектов, которые идут со мной параллельно. А скажите, пожалуйста, как сложилось ваше первое путешествие и какие эмоции вы испытали? Путешествовать, наверное, хотел с самого раннего детства. И так сложилось, что, теряя зрение в детстве в результате рака сетчатки, мне пришлось очень много поездить. Это было и Москва, Екатеринбург, Тюмень. Родился я сам в Хантом-Асийском автономном округе. И такие большие города для меня, конечно, были в диковинку. Я их уже не видел, поскольку я слеп в 2 года. Но все эти перемещения меня очень сильно захватывали. Со временем попал в группу яхтсменов, которые хотели пройти вокруг света. И вот с ними уже я попал впервые на яхту. Они вокруг света со мной не прошли, но мы побывали на Байкале, на Средиземном море. Много гонялись на разных водохранилищах. Яхта стала той отправной точкой, которая помогла мне начать путешествовать. Ну и, собственно, на сегодняшний момент я не останавливаюсь. А как у вас появилась идея отправиться в путешествие в одиночку? И с какими трудностями вы столкнулись? Я бы, наверное, не решился никогда, если бы у меня не было мечты. Но я пытался заразить других, и очень часто в последний момент они срывались. Было такое, что мы с друзьями копили целый год, откладывая по 3000 рублей в течение каждого месяца. Но в последний момент друзья передумали. Но мне повезло, тогда я все-таки собрал команду, с которой мы поехали. В первое реально большое путешествие самостоятельное. Это было автостопом по Европе. Мы проехали Чехию, Германию, Нидерланды, Бельгию, Францию. Было масса всяких приключений. Но со временем я понял, что самый оптимальный вариант поехать, куда ты реально хочешь. И самое главное, максимально ощутить страну вслепую, это поехать одному. Как проходит подготовка к путешествию? На самом деле здесь есть отличия между зрячим и незрячим путешественниками. Наверное, в количестве, в потраченном времени на подготовку. Потому что мне не просто надо купить билеты и забронировать гостиницу. Мне надо еще четко понимать, что я каждый день и каждый час буду делать в этом городе. К некоторым поездкам я готовлю даже за полгода. У меня было такое путешествие от Калининграда до Владивостока на попутных машинах 45 дней. И я потратил на подготовку 7 месяцев. На самом деле очень все просто. Моя задача максимально продумать маршрут просто поэтапно. В городе я обычно перемещаюсь самостоятельно. Технологии это позволяют. Надо просто заранее, сидя дома, еще поизучать этот город. Это прямо делается с помощью звуковой программы на телефоне. Надо это все запомнить, понимать, на какой остановке выходить и так далее. Но когда я добираюсь до какого-то объекта, где уже надо что-то посмотреть, например, какой-то музей, естественно, я стараюсь найти себе экскурсовода, либо сопровождающего, либо примкнуть к какой-то группе, чтобы мне могли подробно об этом рассказать. Потому что пройти-то я там могу. А поскольку не могу увидеть, то насладиться всем этим не получится. Нужен какой-то рассказ. Расскажите о вашем YouTube-канале. Как удалось его разуметь? В чем его особенность? Я познакомился с режиссером продакшена Bissier, который, собственно, предложил пробный такой пилот снять. Я говорю, да не без проблем. Я сейчас подъезжаю к Уан-Удэ. Если вы там завтра-послезавтра готовы прилететь, то я готов. И на мое удивление они прилетели. Мы сняли первый ролик. Я там какие-то ел бараньи кишки, чинил юрты. В общем, погружался в бурятскую культуру любым возможным способом. Мы пилот сняли, он получился довольно забавным, веселым. С пандемией возрос спрос на российский туризм и, соответственно, на развитие инфопространства вокруг вообще российского туризма. И ребята подали грант на институт развития интернета. И на данный момент сняли сначала 10 серий, это был первый сезон. А потом под Новый год сняли новогодний сезон, который состоит из 5 серий. Вот он должен выйти в январе-феврале. Все ли ваши идеи находят поддержку у близких? Мне повезло вообще с близкими, с родителями, с женой в том числе, потому что ко многим идеям они относятся либо с пониманием, либо с воодушевлением, так же, как и я. А если не очень воодушевляется, то хотя бы мне не мешает. Это очень важно, особенно для человека с инвалидностью, потому что самое страшное, что могут сделать родители, это начать оберегать своего ребенка от всех бед. Каким образованием вы владеете? И помогает ли оно вам в жизни? Не могу сказать, что университет стал фундаментом для моей сегодняшней жизни. Я ушел в мотивационные выступления, в продажу тревел-проектов, съемки блога и в грантовые проекты. А что бы вы посоветовали родителям, которые хотят помочь ребенку с выбором профессии? Постараться не помогать ребенку с выбором профессии. Либо делать это максимально мягко и аккуратно, так ненастойчиво, чтобы ребенок четко понимал, что он конечное решение принимает сам. Это жесткая правда, на самом деле. Я, наверное, долучился в своем университете благодаря тому, что я просто не хотел расстраивать родителей. А есть ли у вас девиз? Я понимаю, что главное все-таки действовать. И действовать не то, чтобы несмотря ни на что, а действовать даже если вам кажется, что ничего не получится. Потому что понимание, что у тебя получится, оно приходит не сразу. Оно приходит обычно уже на середине пути. Как вы узнаете по своему успеху, если вы не начали ничего делать? Как вы считаете, почему важно путешествовать? Нужно путешествовать, чтобы рушить свои стереотипы по отношению других людей, других стран и вообще мира в целом. Это безумно полезно. Это помогает тебе быть осознаннее и взрослее, может даже. Что бы вы посоветовали людям, которые все еще боятся путешествовать? Я рекомендую обязательно поставить себе какую-то мечту на следующий год, на этот год, найти то путешествие, куда вам реально хочется поехать и попробовать. Это всегда безумно вдохновляет. И вы просто увидите, что путешествие сразу поднимет все ваши сферы жизни на новый качественный уровень. Вы приедете вдохновленным. Потому что путешествие – это такая классная перезагрузка, которая всегда приводит тебя к какому-то новому рывку, к новому витку твоей истории. И это, безусловно, очень ценно. Это интервью натолкнуло меня на мысль о моем первом путешествии. Надеюсь, и вас он вдохновит тоже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!